Итак, всем привет! Сегодня у нас на повестке дня вот эти наушники. Это китайский бренд Seah, его первая модель высокоомных наушников 320 Ом. Как писали в сети, на многих форумах это аналог нашумевших в Е.Зен первой ревизии. Из общения с продавцом, который оказался также и производителем этих драйверов, продавец подтвердил то, что данные драйвера являются полным аналогом Зен о том, что производитель Venture Electronics Дикий Ли, Вилт Ли, или как его еще называют, Хитрый Ли, он заказывал драйвера именно у него, у магазина Seah, и просто вешал туда шильдик VE Zen Venture Electronics и продавал их по не очень гуманной цене. Я напомню, для тех, кто не знает, Venture Electronics это производитель, который выпустил три модели VE Zen, VE Asura и VE Monk, которые вернули вкладыши на пьедестал первых лиц в мире наушников, они снова объяснили с пьедестала почета внутриканальные модельки. Наушники действительно хорошие, покупались они на Taobao, покупались отдельно корпуса, покупались отдельно драйвера, покупался отдельно кабель. Если на момент продажи Venture Electronics Zen стоили около 120 долларов за первую ревизию, тогда уже доллар был 60 рублей, то есть это стоило около 7 тысяч. Один драйвер на Taobao стоил около 120 юаней, то есть это 1200 рублей. То есть разницу корпуса там стоили порядка 25-30 юаней, шнур также где-то около 30 или 40 юаней. В общем, могу сказать, что по себестоимости эти уши вышли где-то около 2000, и производитель при общении подтвердил, что это полный аналог Venture Electronics Zen, версии VE Zen. Звучат наушники, но действительно хорошо, они за счет того, что они высокоомные, они не пропускают различного рода наводки, не собирают его с тракта, они выдают все это в ухо. Несмотря на то, что наушники высокоомные, они обеспечивают хорошую отдачу, как на низах, так и в остальном диапазоне частот. Значит, на Алиэкспрессе его нет, то есть нельзя купить отдельно драйвера, корпуса, можно купить только на Taobao в официальном магазине, ссылочки в описании. А на Алиэкспрессе торгуют уже не OEM-версии, не запчастями к ним, а торгуют уже такими фирменными версиями, ну это Ti High Z, также одноименный Siah, но уже в готовом, законченном аренде. Всем наушники хороши, даже несмотря на высокую цену, но у них есть одна достаточно весомая проблема. У них часто рвется катушка, намотка, провод настолько тонкий, что от перегрева или может быть от каких-то механических там деформаций, не знаю, может быть это брак производства, рвется катушка. Поэтому, в частности, поэтому производство именно первой партии драйверов было прекращено. Те, кто следили за этим хайпом на плеере, знают, что там этот Дикий Ли разругался с Siah, что-то там у них не сошлось в цене, видимо тот узнал, почем он продает и затребовал цену больше, либо что-то другое. Но, в общем, вторая версия Zen, которую я тоже слушал, она совершенно другая по звуку. И, в частности, в рейтинге Клеуса, это такой авторитет в Удивпильской среде, опубликовал свой рейтинг на hitfy.org, ссылочку также оставлю в описании. Первая ревизия WayZen занимала у него первое место, то вторую ревизию он отдал где-то там, по-моему, пятый, сейчас уже не знаю, на каком месте они находятся. Вот, ну, на мой субъективный взгляд, слух, первая версия мне звучала, как звучала первая версия, мне нравилась больше, чем вторая, потому что, как бы, я люблю V-образное звучание, чтобы был поднят вверх, вниз, и именно эти наушники, они обеспечивали без выпечивания середину такой звук. Вот, ну, проблема обрыва катушки не обошла и эти драйверы, один драйвер умер, а производитель, к сожалению, больше драйверов не производит, то есть общался-общался с ним, но первую партию разобрали, там великие богатые аудиофилы, коллекционеры и прочее, их просто не осталось в наличии. В последующей версии он уверяет, что по качеству они не хуже, но звук другой, поэтому было решено заменить их на что-то другое интересное, и в другом магазине были заказаны вот такие вот драйвера, ссылочка в описании. По виду они, это драйвера от Sennheiser MX760, мы их будем ставить в эти корпуса, замеры всех в 327 я снял, замеры с них мы вставим после того, как запаяем сюда, посмотрим, в чем различия и как все это субъективно воспринимается на слух. Значит, это у нас идет левый канал, правый канал, земля, зажимаем, мы проверяем сейчас на правом канале, поэтому ставим сюда, здесь земля на этом проводе не маркирована, вот он у нас, значит, вот это у нас земля, общий провод. На самом драйвере у нас земля помечена черной точкой и сама фаза помечена красной краской. Так, пока попробуем без дополнительного демпфирования, а, хотя у нас вот демпфировано здесь, засадится он очень плотно, то же самое, повторяем с левым драйвером. Так, здесь также ищем сигнальный провод, это у нас земля. Так, вот у нас все готово. Так, проверяем звучание. Так, еще и не рай. Продолжение следует...